На этом уроке мы продолжим морфологический разбор слова этой благословенной суры. Но прежде чем перейти к следующему слову, упомянем, что глагол Тесала, от которого образован глагол Настоящее Будущее Время и Тесауну, является то есть глаголом с трёхбуквным корнем основы, коим является трёхбуквным глагол Саля, то есть с добавлением к трём коренным буквам букв Та и Алиф. Та в начале и Алифа между первой и второй коренными буквами. Об этом мы подробно поговорили. Гойрус Салимин – нездоровый глагол, или неправильный глагол, как его ещё называют, так как его трёхбуквы на основу корень Саля содержат в себе букву Хамзу, что является одной из трёх причин, из-за которых глагол считается неправильным, то есть нездоровым. Здесь мы видим, что Айн, то есть его вторая коренная буква, то есть буква, которая при сопоставлении лежит напротив буквы Айн в шаблоне, в модели Фа'ля, при помощи которой определяются коренные буквы трёхбуквного глагола. Так вот, Айн этого глагола, то есть его вторая коренная буква, является Хамзой, по причине чего этот глагол считается нездоровым. Перейдём к следующему Айту, Анинннаба иль Азым, о Великой Вести, то есть они распрашивают друг друга о Великой Вести. Как мы уже упоминали, Айн – это харфу джарин, это харф, значит он не имеет никакого отношения к науке Ассарф или Тасриф. Следующее число – это Аннаба. Аннаба – это имя по форме или, скажем, по модели Фа'алун, множественным числом, которое является Анбаун, по форме Фа'алун, по модели Фа'алун. Как известно, имена по форме Фа'алун часто имеют множественное число по форме Фа'алун, например, Хабарун, Ахбарун, Хадасун, Ахдасун, Сабабун, Асбабун и т.д. Также мы видим, что Аннаба – это Исмун Суляциюн Муджарадун Уайрусалимн, то есть трёхбуквенное имя без добавления является нездоровым именем, так как его Лам, то есть его последняя коренная бука является Хамзе, то есть это Махмузу-Лами, имя, чья последняя коренная бука является Хамзе в данном случае. Следующее число – это Аль-Аззин, по модели Фа'ил, по форме Фа'ил. Это имя образовано от глагола Аззума, по форме или по модели Фа'аля. Как известно, часто имя, именуемое как Ассифа Тальмушаббаха, то есть прилагательное, имя прилагательное, уподобленное имя действующего, то есть причастие действительного залога, так вот часто прилагательное по модели Фа'ил, как мы видим в этом имени, часто образуется от глаголов породы Фа'аля, являющейся только непереходной и обозначающей врождённые свойства и постоянные качества. Например, Хакирун – презренный, образованный от Хакура, быть презренным. Шарифун – знатный, благородный, образованный от Шаруфа, быть знатным, благородным. И так далее. Саура – сагирун, Кабура – кабирун, Кабуха – кабирун и так далее. Но это не значит, что всякое имя по модели Фа'ил является Ассифа Тальмушаббаха, предлагательным. Также это не значит, что предлагательное образуемое от глагола по форме Фа'аля будет обязательным по модели Фа'ил. Нет, это не так. Дальше. Из пяти слов этого аэта, а это относительное местоимение Аль-Леви, личное местоимение Хум, харфу Джардин Фи, то есть предлог родителю падежа Фи, слитное местоимение Аль-Ха. Так вот, из пяти этих слов только последнее имя Мухтальфун рассматривается наукой Сарф. А что касается предыдущих четырех имен, то все они имена с неизменяемым окончанием, поэтому не рассматриваются этой науке, как мы уже не раз упоминали. Итак, Мухтальфун – это Исмуфа'алин, причастие действительного залога, то есть имя действующего или имя действователя. Это модель или форма имени, которая описывает каким-либо действием. Мухтальфун, то есть разногласящие, расходящиеся во мнениях. Мухтальфун образован от глагола Ихтальфа, являющегося Суляциюн Мазидун Фиихи Сальман, то есть глаголом с трехбуквенным корнем основы Мазидун Фиихи, то есть содержащим в себе добавленную к корню основы буквы, коими являются буквы Хамза и Та. Так, Ихтальфа – это глагол породы Ифта'ля, которые образуются от трехбуквенного корня путем добавления в начале, то есть перед первой коренной буквой, соединительной Хамзой, Хамзат-Лосли, а также буквы Та, между первой и второй коренными буквами, коими являются буквы Ха и Лам. Сальман, то есть правильный, здоровый глагол, то есть свободный от трех причин, из-за которых глагол становится Гойру Сальман, неправильным, нездоровым. Так мы видим, что среди трех коренных букв корня этого глагола – Ха, Лам и Фа – нет Хамзы, нет слабых букв, Вау, Али, Фа и Я – и нет однородности второй и третьей его коренных букв. Значит, этот глагол свободен от этих, образно говоря, недостатков или недугов, из-за которых глагол или имя бывают подвержены изменениям, подобно больному человеку, состояние которого из-за его недуга бывает нестабильным и непостоянным. Так же и здесь. Значит, Ихтальф – это глагол пятибуквенной породы, Ифта'ля. И чтобы узнать, как образованы Исмуфа'ль Мухтальфун, нам сначала надо узнать правила образования Альфа'ль-Мударя – глагола «настоящее будущее времени» этой породы. Разбирая правила образования глагола «настоящее будущее времени» пятибуквенного глагола породы Тафа'ля, мы там упоминали, что данное правило распространяется только на те пятибуквенные глаголы, в начале которых имеется приставка «та», что означает, что у пятибуквенных глаголов, в начале которых нет приставки «та», такими глаголами являются только пятибуквенные глаголы, в начале которых имеется соединительная хамза . Значит, у пятибуквенных глаголов, в начале которых имеется соединительная хамза , существует иное правило образования глагола настоящего будущего времени. Итак, любой пятибуквенный глагол, в начале которого имеется соединительная хамза, а такими являются глаголы трех пород инфа'ля, ифта'ля и иф'ля в основе иф'ляля. Более того, любой пятибуквенный глагол соединительной хамзы в начале, а также любой шестибуквенный глагол, который не бывает иначе, как соединительной хамзы в начале, например, иставкала, иф'ала, иф'аввала, иф'аввала и так далее. У любых таких пяти или шестибуквенных глаголов существует общее, единое, стандартное правило образования глагола настоящего будущего времени. Возьмем глагол ихтэльфа, например. Первое действие это то, что мы опускаем, то есть удаляем находящуюся в начале глагола соединительной хамзу, хамзатулёсли, и добавляем одну из четырех уже известных нам букв-приставок, хамза, нун, та, я. Второе действие это то, что мы должны заменить огласовку предпоследней буквы на кэсру. Значит, замена соединительной хамзи на одну из четырех букв-приставок глагола настоящего будущего времени, а также замена огласовки предпоследней буквы с фатхи на кэсру. И в то же время не забывая о том, что на конце глагола настоящего будущего времени, на конце должна быть огласовка дамма. Значит, от ихтэльфа получается яхтэльфа путем замены хамзи на я и фатхи предпоследней буквы на кэсру, а также дамма и последней буквы. Значит, от инфа'ля получается янфа'лю, от ихтэльфа яхтэльфа, от ифа'ля яфа'лю, яфа'ллю в основе, от истаф'ля ястаф'лю и так далее. На этом все на сегодня, начало продолжим на следующем уроке. Продолжение следует...